Акцент Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы Акцент. Я по-прежнему ее ведущий Юрий Алаев. И сегодня мы беседуем в этой студии с проректором Казанского Федерального Университета по научной деятельности Данисом Карловичем Нургалеевым. О нашей кормилице и паилице, можно сказать, о нефти, об отрасли, о том, что она нам сулит. А поводом, как мы с вами договорились, Даня Сказалович, является прошедший буквально 12 июля очередной нефтяной саммит в масштабах республики. Многие обратили внимание, из моих коллег, и я тоже, что этот саммит президент республики, Руслан Миниханов, характеризовал как наиболее заточенный, что ли, на цифровых технологиях, на цифровизации производства. И некоторых это в каком-то смысле поставило в тупик, потому что вот пошли такие выражения в прессе, в отчетах с этого саммита, там цифровое месторождение, цифровая скважина, что-то еще такое. Это на самом деле был такой первый саммит, который вот сделал акцент вот именно на этом. И если на этом, то что это? Объясните, популярно тем, кто далек от отрасли, ну и от цифровых технологий в том числе. Во-первых, про саммит. Да, да, давайте еще подробнее о саммите. Почему такая тема? Вообще-то саммиты проводятся давно. Но это некий такой, знаете, годовой отчет от нефти, нашей компании родной, о том, что сделано вообще за год, скажем так, какие успехи, какие технологические прорывы есть, какие новшества используются. Это некий такой, знаете, по гамбургскому счету, утренний такой отчет. Она же не сама перед собой отчитывается. И малые нефтяные компании принимают участие. И, значит, руководство республики туда приезжает. И очень много приезжает других компаний. Из-за пределов Татарстана. Из-за пределов Татарстана, в том числе, приезжают представители компаний. Но, в основном, конечно, это вот внутренняя такая тусовка. Такая очень важная, интересная тусовка. И там от нефти и другие компании, и в том числе, скажем, не только нефтедобывающие компании, но в том числе и сервисные компании, и университеты показывают, а что вообще сделано за год. И как они видят, скажем, следующий год. Какие прорывы намечаются, какие новые технологии будут внедряться. Очень интересное такое собрание. В этом году совершенно неожиданно было сказано, что это цифровизация. Хотя, честно говоря, я раньше как-то не замечал, что была какая-то специальная тема. Да, гвоздь программы, конечно, всегда был. Но такой объявленной темы никогда такой, я, по крайней мере, не знаю, не было такой. В этом году цифровизация. И, в общем-то, это понятно, потому что сегодня в России этот термин, я уже сказал сначала, что он начал продвигаться очень мощно. И этот нефть здесь выглядела, в общем-то, вполне, так сказать, очень серьезно со всех сторон к этому вопросу подошла. И, в общем-то, они показали, продемонстрировали во всех направлениях. И в области разведки, добычи, транспортировки, подготовки, транспортировки, продажи. Вот на всех этапах производства нефти, как продукта, было показано, что от нефти очень сильно вот это направление развивается. Это было очень приятно. И, значит, другие компании тоже. Но обычно из таких крупных компаний выступает «Ритек». Компания «Ритек», которая в Татарстане работает. Ну, это такая российская компания. Это аффилированная с «Лукойлом» наступает. Это структура «Лукойла». И компания такая российская инновационная топливо-энергетическая компания. «Грайфер», да. Да, «Грайфер» там основывал ее. Это компания, которая испытывает новые технологии. В том числе, они имеют активы в Татарстане, в Самарской области, в других местах. В Западной Сибири. В общем, везде. Вот такая компания «Полигон» получается. Да, это компания, которую «Лукойл» использует как «Полигон» для новых технологий. Вот очень хорошая такая интересная компания. Вот они постоянно бывают. Естественно, это очень важно. Татарстане, тем более, что они работают в Татарстане. Ну, в основном вот эти две компании. И еще было несколько компаний, которые показывали тоже свою продукцию, свои новые сервисы. И все было как бы направлено на цифровизацию. То есть, а что такое вообще с цифровизацией, скажем, для нефтяной отрасли? Вот мы добываем месторождения. Вот мы открыли месторождение, пробурили скважину, пошла нефть. И вот пошла не только нефть, пошла информация. Самое разное. Ну, во-первых, нефтяное месторождение. Оно живет своей жизнью. Мы его добываем, мы туда что-нибудь засовываем, взрываем, наливаем что-то там. Дырки новые делаем, боковые стволы. Законтурное, внеконтурное обводление. И так далее, да. Но оно живет, живет. А мы не знаем, что там на самом деле внизу происходит. Поэтому существует такое понятие модель месторождения. Это очень важно. Вообще, в законе в России принято, что если вы месторождение добываете, то у него должна быть модель. Она должна быть. Это цифровая модель месторождения. То есть, двойник месторождения, но уже в компьютере. Вы, например, что-то в месторождении сделали, качнули туда воду. Вы в компьютере тоже качнули воду. В чем принципиальная новизна вот этой цифровизации? Ну, мы имели модели, но другими способами их отрисовывали. Вот в свое время, когда на геофаке, в том дальнем крыле, который ближе к ЗАГСу, была огромная модель, песчаная модель ромашкинского месторождения. Я ее застал еще. Я пришел студентом в 75-м году. И там эти люди еще сидели, гидромеханики, и что-то там ковыряли. Там была огромная ванна с песком, где были скважины. А ее сейчас нигде нельзя посмотреть? Там какой-нибудь фильм, может быть, снимать? Нет, есть какие-то фотографии. Огромные. Это была огромная комната такая. И там люди, вот эти гидромеханики. Значит, Молокович, Булыгин. Это отцы-основатели этого направления. Действительно. Все это, на самом деле, начиналось в России. Вот первые модели месторождения, такие мощные, они создавались в России. Потом все это ушло, как-то ушло. Но то же самое со многими вещами, кстати, с гидроразрывом, с вашим любимым тоже. Мы к нему вернемся, потому что это меня беспокоит. И вот это было огромное месторождение. Оно было аналоговое. Действительно, чтобы какие-то процессы понять, эти люди считали, как бы интегралы считали. Потом наливали туда и смотрели, что происходит. Конечно, эта модель была далека от истины, потому что и размеры ее, и вот размеры, соотношение с пористостью, с той, которая была в этой модели, они, конечно, никак с природой не стыкуются. Но очень многие вещи, которые сегодня в природе, все понимают уже, они впервые были поняты именно на этих простых моделях. Это вот было. Потом люди начали делать на первых вычислительных машинах, уже сразу начали считать вот эти гидродинамические модели, как это фильтруется. Вот вы закачиваете воду. Ведь на самом деле трудно так сразу сказать, как вода будет фильтроваться. Вот, например, даже сегодня стоит такая проблема, вот и весняки, да, у них есть очень маленькие поры, а есть большие трещины. Если вы будете качать воду, вода вся уйдет в большие трещины. Так вот, да, это же как бы очевидно любому человеку. Ну, а как это будет вести себя в большой модели, где есть много трещин, но они локальные какие-то, да, и есть много пор очень мелких. Как это будет? Вот сразу этого не скажешь. Пока не смоделируешь компьютеры, этого вы сразу не скажете. И поэтому, конечно, это нужно моделировать. Это все сделано, промоделировано, тем не менее проблемы эти остаются. Но вот что такое сегодняшняя модель? Сегодняшняя модель – это, конечно, очень детальная модель месторождения, основанная на трехмерной сейсмической картине. То есть, упругие волны, как фонарь, под землей просвечивают землю, строят. Мы видим всю картину там всех этих гибопластов, трещин, разных пород, известняков, песчаников, каких-то солей, каких-то глинистых пачек. Все это видно. И на эту основу садится скважина. Это скважинная геофизика, которая уже как бы привязывается к керну, которая отбирается, конечно, не везде. Она отбирается только, потому что это очень дорого. Она отбирается, привязывается к атажу, к скважинным данным. Потом эти скважины данные привязывают к сейсмике. То есть, вся эта сейсмика потом наполняется данными. Где-то есть скважина, где-то ее нет. Где-то прогнозируется по данной скважине. По сейсмике корреляции делается. Опа, вот здесь коллектор, вот здесь покрышка, вот здесь трещина есть. То есть, скважин ведь не так много, а сейсмик занимает огромные объемы. Потом строится такая модель. Потом эта модель вся делится на маленькие кусочки, и уже компьютер считает, как по ней будет течь вода, если пробудетесь в скважину, что будет. И все они говорят, знаете, нам нужно превратить запас. Нам нужно в этом году добывать на 100 тонн больше. Нам нужно найти скважину или несколько скважин, в которых мы должны добывать на 100 тонн больше каждый день. Отлично, хорошо. Берется эта модель, бурится в компьютер скважина и проверяется, а будет такой дебет или не будет такого дебета, теоретически. И после этого уже, выбирая место, где им нужно будет скважины, делая экономические расчеты, предлагается. Вам нужно пробудить не одну скважину, а вот нужно пробудить именно три скважины. Либо вот такие, либо четыре вот такие, либо две вот такие. Выбирайте сами. Но у этих будет такая характеристика дебета. Со временем она так будет меняться. У этих будет такая, и на этой основе уже планируется. Я хотел бы вернуться к одному вашему замечанию о том, что вот та модель ромашкинского месторождения, одного из крупнейших в мире нефтяных месторождений, она в натурном виде, ну, не в натурном виде, ну, конечно, в натурном виде, была впервые сделана в Советском Союзе. Более того, здесь у нас в Казани, в стенах, вот геофаг Казанского государственного университета тогда. Это, вы знаете, меня зацепило, вот вы пока подробно рассказывали о таких вот всяких там эффектах цифровизации, я так вот подумал, и вы еще упомянули вскользь гидроразрыв, да, вот я рос в этом самом нефтяном краю, в Бугульме, общался с родителями, друзей, которые работали в этой отрасли, работали в Татнинефть, в научно-исследовательском институте, который на Татнефть по сию пору, насколько я понимаю, очень продуктивно работает. И это были 60-е годы, это вторая половина 60-х годов, примерно так вот. И термин гидроразрыв пласта, он у нас был в обиходе, у наших взрослых, я имею в виду. Я вот как мальчишка, я прекрасно, и когда я там 4 или 5 лет там или 7, когда эта сланцевая революция-то началась, там шумиха поднялась в США, услышал, прочитал, что вот они используют там суперсовременную технологию гидро... У меня, откровенно говоря, немножко такой, как сейчас принято говорить, когнитивный диссонанс возник. Я думаю, или я сошел с ума, я что-то там не понял, не так вот из своего там школьного далека. Или здесь нет ничего нового, все это уже было. Как на самом-то деле? Что с этим несчастным гидроразрывом происходит с этой технологией? На самом деле технология гидроразрыва, она была придумана, ну, я сейчас не могу точно сказать, где это было сделано, на самом деле это было сделано намного раньше, и, конечно, в Советском Союзе тоже были учены, использовались эти технологии так. Знаете, в чем, наверное, проблема, в чем вот этот вот пиар, вот этот акт, почему такой гигантский пиар произошел по поводу гидроразрыва? Потому что нашелся объект, который оказался совершенно колоссально удачным, пригодным для использования технологии. Когда американцы поняли, что у них вот есть огромные толщи, которые содержат вот этот сланцевый газ, они начнут кладывать огромные деньги в эти разработки, в эти исследования. На самом деле эти исследования проводили в течение 15-20 лет, причем огромные затраты несло государство, вкладывало деньги, и частный бизнес тоже. И когда буквально, это же, знаете, произошло как-то резко в России, в России об этом никто не слышал, и вдруг вот сланцевый газ, все, вот так вот, да, взрыв такой, да. На самом деле эти работы были известны давно, публикации очень много было об этом, да. Просто, как бы, у нас в России вот именно таких объектов, как вот Бакин там и другие объекты в Америке, у нас таких нет объектов хороших. Есть они, конечно, но у нас ведь есть нефть проще, у нас есть газ проще, который бывает, и нефть проще. Это примерно та же самая ситуация, что с бетуминозными нефтями в Канаде, да, где там шахты открытым способом совершенно спокойно добывают эти пески, а у нас нужно бурить там шахты. Да, природа к ним тоже щедра, да, получается, к нашим североамериканским партнерам. Ну, я не считаю, что вот, на самом деле, у нас, конечно, нефть, нефть такой, обычная нефть, которая легко добывать простым способом, более простым способом, конечно, намного больше. Чем у них. Конечно, естественно, конечно, да. Ну, как бы, где у нас запасы мировые распределения, да, ну, Россия огромная страна, там, ну, там, седьмая часть, там, восьмая часть суши, там, да, где-то получается. Была когда-то шестая. Шестая, когда-то была, да, ну, это, как бы, когда была большая империя. Да. А, естественно, конечно, у нас огромные запасы, так, ну, и огромные запасы в Канаде, в Венесуэла, так сказать, и, естественно, Ближний Восток, залив, вот, вот, основные, как бы, точки, да, конечно, не Соединенные Штаты Америки, вот. Поэтому, конечно, для них это вот оказалось такой революцией, они начали добывать газ, огромное количество, так сказать, благо цена была такая, подходящая, так сказать, да, ну, это все политика. Фактически это газовый конденсат добывается, что ли? Нет, нет, это газ, это обычный газ, это обычный газ. Он просто очень маленький, понимаете. А почему мы так беспокоимся, извините, что перебиваю по поводу влияния сланцевой этой революции на цены на нефтяном рынке? Нет, есть еще сланцевая нефть. Вот. Это другая вещь немножко, да? Вот, возвращаясь к началу нашего разговора, цифровизация, IT-технологии и так далее. Должен быть баланс между тем, что, скажем, вот мы хотим что-то добыть, и если это добыча приведет к тому, что мы что-то там вокруг уничтожим, то, конечно, нужно выбирать вот сохранение экологии, значит, окружающей среды. Ну, все знают у нас в стране, да, что вот нефть, газ, это вот нефтегазохимический комплекс, назовем шире его, но в основе нефтянка, конечно, нефтянка, газовая, так и индустрия, это вот локомотив нашей экономики, это можно называть проклятием, можно называть конкурентным преимуществом, я думаю, истина, как всегда, где-то посередине. Вот, но важно то, что вот 67 по разным оценкам, в зависимости от ценовых колебаний, от объемных величин там поставок, 67, говорят, там 62 процента наших доходов страны, это нефть, это нефтедоллары, да, ну и там немножко еще газовые тоже привязаны, и об этом знают все, и с удачей, кто с плюсом, кто с минусом, не важно. Но мало кто знает, я сейчас могу ошибиться, вы меня поправите, что вот этот вот самый локомотив, наша самая-самая такая вот значимая отрасль, объективно самая значимая, на 60 тех же самых процентов, если не больше, зависит от импортных машин, оборудования, всевозможных катализаторов, ингиби, то есть, ну, расходных материалов, обобщенных. Вот, Дарья Иванович, как так может получаться? Ну, я понимаю, я сапожник, например, да, у меня классно получается, я сапоги топтаю, но я, соответственно, я должен быть докой в том, чтобы у меня и ножички были, кожушую резать там, и вот молоточки всякие там, то есть, у меня оснастка, инфраструктура должна быть лучше, чем у всех остальных, если я больше всех этой, как говорится, сапог точаю. А мы добываем больше всех нефти, а оказывается, даже вот это, сделать дырку и откачать, да, в сопутствующей технологии, мы очень сильно зависим, почему так произошло. И есть ли вообще где-то здесь вот какие-то перспективы, мы можем, вот где импортозамещение-то на самом деле. Да, вот вы слово-то правильно сказали, конечно, хотя его сейчас уже не любят, как бы, да, но, тем не менее, это правильное слово. Давайте вернемся в Советский Союз, да? Давайте. В Советском Союзе, наверное, процентов 80-90 оборудования, которые использовали для бурения, было свое. Потому что была совершенно простая плановая экономика, без всяких там изысков. Выгодно, невыгодно, не твое дело, да? Да, неважно, вот надо произвести столько вот этих качалок таких, да, вот произвели там, трубы надо такие, сделали. То есть, все было запланировано и все выпускалось. Может быть, не было там прогресса какого-то, неважно, там чего-то не было, но все было свое и все как бы работало. Хорошее или плохое, да, корродировало, да. Трубы были дырявые, как вы сказали, но они были свои. Они были свои, но у хорошего хозяина они тоже были недырявые, знаете? Да? Да, то есть, где-то они были хорошие, где-то, значит, народ упустил что-то, были дырявые, потом сказали им, погрозили пальчиком, они все заменили. Все, оказывается, и деньги были, и все было, все сделали. Хорошо. Вот потом пришла вот эта вот эпоха как бы экономики такой, я не знаю, как назвать ее, дикой, там, такой правильной экономикой. Давайте сойдемся на диком капитализме. Диком капитализме, да. Конечно, люди смотрели, что проще. Зачем разрабатывать, когда можно за такие деньги, продавая нефть, купить это и поставить, и дальше работать, да. И, естественно, конечно, люди считали рубли, деньги на рубли, доллары, так сказать. И с этих позиций было выгодно. Зачем разрабатывать? Когда пошел, купил, поставил, там отличный немецкий. Да, я продал нефть за доллары, заплатил работнику в рублях. Заплатил, купил, нет, никакой проблем нет. У меня вот такая маршрация. Завтра я заработаю еще, и все. То есть, как бы не было надобности, все перешли на деньги, а на самом деле, вот просто деньги, это, как бы, знаете, в рамках государства не решает проблему. То есть, это не просто деньги. То есть, я боюсь, я думаю, что государство просто в это дело, может быть, ну, как-то отошло от этого дела, немножко там перестало на это обращать внимание. Все стало экономикой, все стало переводиться на рубли, на деньги, на доллары. И как бы, и мы потеряли, все. Ну, а вот пришло время, пришло время, когда санкции появились, опа-на, и не продают уже, да? Спасибо Обаме, да? Спасибо им, этим ребятам, что у нас какое-то... Меня могут поругать, конечно, скажут, вот... Нет, ну, реально, я тоже готов поаплодировать. Вы знаете, вот, да, они сделали отличную такую нам фишку, что вот наши ребята говорят, опа, надо что-то делать, ведь что-то надо делать, давайте-ка мы что-нибудь, да? И начали делать. Тут китайцы помогли, может быть, мы где-то помогли, да? Вот критический момент, разрыв пласта, да, или разрыв, там, сознания. Мы не минули ту точку, когда уже неким и нечем делать. Это хорошо, когда при Маслюкове, там, при Макове, там, случился кризис, у нас были солидные запасы мощностей незадействованных, были еще люди, которые не ушли на пенсию, которые не потеряли навыки работы руками и головой в промпроизводстве. Раз мы девальвировали рубль, перезапустились, выскочили за полгода, все, до сих пор аплодируют коммунисты и прочие, да, правительство Примакова, Маслюкова. Но сейчас, когда санкции ввели, вопрос вот только в этом. Вы бываете на производстве, вы ведь не только ученый, да, такой ученый-отвлеченный, доктор геолого-минологических наук, вы же знаете производство, вы же непосредственно с ними работаете. Мы не проскочили вот тот период, тот момент, когда те, кто умели, ушли от нас либо на пенсию, либо в мир иной. То есть, санкции ввели, давай-ка мы сейчас возобновим что-то, а возобновлять уже не на чем. Заводы проданы, оборудование амортизировалось, которое что-то делало, рабочих нет, ИТР нет, или где-то кто-то по сусекам по скрести остался. Нет, ну вот судя по тому, что я, конечно, под такой подробной информацией не обладаю, как бы, да, это Росстат какой-то. Нужно, да, да. Но по вашим ощущениям. Ну, я вот ощущаю, что вот по тому объему оборудования, которое сегодня вот нефтегазовая промышленность используется, ну, я вот чувствую, что довольно много. И эта часть, которая отечественная, как бы, да, импортозамещенная, как бы, часть, да, она растет, скажем, годом. То есть, есть где-то база, на которой это выпускается. Да, есть база, есть бизнес, который растет, есть люди, которые этим занимаются. То есть, что-то произошло. Никто не мог вот в России этого остановить, скажем, да, вот Обама остановил это дело, сказал, что, ребята, все, кранты, давайте завязывайте с этим делом. Да, вот они. И, в общем-то, дело пошло, и мне кажется, это хорошо. Переходим вот непосредственно к вашей, как говорится, к непосредственной вашей вот сфере научной. Вы, помимо того, что являетесь проректором по научной работе, вы директор института геологии, как он правильно... Геологии нефтегазовых технологий. Да, геологии нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. Вы ведь представляете, да, с кем вы конкурируете по части подготовки кадров, да, по части научных исследований. Как бы вы, вот, не бичуя себя особенно, но и не перехваливая, если можно, вот, объективно оценить, вот, место института, который вы возглавляете, вот, института КФУ, геологии нефтегазовых технологий. Ну, например, в сочетании с аналогичными вузами в тех государствах, где, вот, примерно такое же место занимает нефтегазовая отрасль в экономике. Ну, допустим, США, допустим, там, я не знаю, какие-то... Нет, конечно, тут надо посмотреть, в какой области, скажем, да. Вот, что мы сделали? Мы тоже подумали, да, наверное, мы никогда не сможем кого-то догнать, потому что, во-первых, те средства, которые у нас сегодня вкладывают, большие средства, причем, да, их все равно не хватает, чтобы, скажем, вот, взять и догнать вот кого-то, скажем, там, я не знаю, техасский университет какой-нибудь, да. Почему? Потому что нужно покупать, покупать принципиально другие мозги или почему? Дело, знаете, да. Почему этих средств не хватает? Во всем, во всем дело. Дело в том, что, скажем, в отношении, во-первых, это в отношении компаний. Вот, например, в тех же самых Соединенных Штатах приходится вы в этот, значит, техасский университет, там есть лаборатория, скажем, с которой создана Шелл. Огромные там здания построил там какой-то человек, там какой-то там лабораторий по Шелл. За счет средств нефтика, нофтяной компании, Шелл и так далее. То есть, и там вот эти магистры-аспиранты, они работают на оборудовании, которого, ну, у нас сейчас много. Вообще, может, оно уникальное, понимаете? Потому что нефтяная компания так решила, она решила так, зачем я буду делать вот эту вот штуку себе, когда мне нужно пренебирать персонал какой-то там, все время его там обучать, менять. Есть университет, который сам этим занимается, пожалуйста, вот мы ему выделим там, и пусть он работает, и упоминает нас там, да, и, естественно, мы будем ему там давать какие-то проекты там, и он будет, он будет фактически на нас работать. То есть, такое простое понимание, да, простое. К сожалению, в России такого понимания пока нет, конечно. То есть, очень мало. Вот редко компания, когда компания решается отдать на аутсорсинг вот такие большие научные исследования, причем вложить в них огромные деньги, вот. Пока нет такого. Но мы к этому идем. Почему? Потому что, опять, сказывается вот наше законодательство, наш менталитет временщический, что мы на пять лет максимум вперед смотрим. Это все вместе. Во-первых, вот нет, конечно, вот вы правильное слово сказали, временщик, нет вот такого горизонта, такого вот, чтобы мы видели, что вот да, вот горизонт какой-то. Обычно мы, ну, я не знаю, как говорится, в яме сидим какой-то, и выглядываем очень редко. У Аскара Уальда есть по этому поводу прекрасный афоризм, он мне очень нравится. Он написал, все мы сидим в яме, но некоторые из нас при этом видят звезды. То есть, можно сидеть, важно, как куда ты смотришь. Это абсолютно, с вами согласен. Можно, конечно, восхищаться звездами, но хотелось бы видеть и горизонт. Ну, да, да. Смысл примерно этого. И, конечно, самое главное, это связано ведь с разными вещами. Это связано и с менталитетом, и с видом собственности, на самом деле. И с государственной политикой, и с экономикой, с налогами, с экономикой. То есть, это комплексная проблема, на самом деле. Я не говорю, что компании у нас плохие, там люди плохие. Нет, люди такие же хорошие. То есть, измением условия, они будут вести себя по-другому. Да, да. Сделаем что-нибудь. Скажи, ребята, давайте, мы не будем вас брать, я не знаю, чего-то, если вы вот это сделали. С удовольствием сделаем. Они посчитают в тех же самых рублях, деньгах, долларах. И скажут, нам это более выгодно, скажем, сделать так. И после этого они будут на нас работать. Ну, вот при всех, как говорится, известных и еще раз вами перечисленных сейчас недостатков, ну, нельзя же сказать, что, допустим, вы совершенно не сотрудничаете с той же Татнефтью, с бывшей Татнефтью, геофизикой, сейчас ТНГ группа, по-моему, называется. Вот это сотрудничество, оно похоже чем-то хотя бы на ваш пример Техасского университета Эшел. По каким направлениям оно развивается? Грубо говоря, вот через пять лет у вас, сегодня поступит человек, через пять лет выпустится. Он где и насколько найдет, во-первых, к чему вы подготовитесь? Вот насколько он будет вовлечен в ту же самую технологию, да, вот при 204-й революции, да, вот если. А какое применение своим силам и где он может найти? Давайте попробуем вот этот вот обрисовать. Нет, это очень хороший, красивый вопрос, потому что это, вот, наверное, это самое главное, знаете? Вот мы к главному перешли, да. Потому что деньги там, что-то еще там, время. Но самое главное – это люди, конечно. Это люди, это люди, которые могут что-то делать и хотят что-то делать, да, вот. У меня есть такая формула государства, я всегда ее говорю, да, простая формула государства. Что такое хорошее государство? Такое хорошее государство – это здоровый, образованный налогоплательщик, эффективное управление. Просто все. Ну, это упрощенная такая схема, да. Вот он здоровый, образованный, да, вот эти люди. И что, вот, люди, которые придут ко мне, к нам в институт в этом году, что они могут, там, 4-4, через 6 лет, там, бакалавриат, магистратура, что они будут делать? Вот. Что мы для этого делаем? И что мы с ТНГ групп, там, ну, вот, назвали бы компании. Ну, да, да. Ну, много других компаний. Газпром, нефть есть. Сумбер-Ж, по-моему, сотрудничество. Сумбер-Ж у нас есть. Да, у нас… Прекрасная сервисная компания международного уровня. Колумбийская «Екопетроль», «Петрощайна» у нас. Вот у нас сейчас круг такой расширился. Потому что, вот, и все это мы делаем, знаете, для чего? Для одной простой вещи. Для привлечения талантов, на самом деле. То есть, мы хотим показать этим ребятам, которые вот поступают, что, ребята, мы работаем везде. И мы в каких-то направлениях на самой вершине. Мы в топе вот этих вот нефтяных разработок. Вот. Что мы, скажем, в топ-вещах делаем, скажем, с Татнефтом? Вот Татнефт добывает… Она в чем лидер Татнефт? Татнефт добывает в России… Это единственный крупнейший добытчик сверхвязкой нефти. Они добывают миллион тонн. Это гигантское количество… Ну, это, в общем, небывалая ситуация такая в истории. Они это захотели, они это сделали, да? Суперкомпетенции у них. Да. Они вот сейчас… Правильно. Они получили суперкомпетенции в этой области. Они сейчас лидеры практически в мире. Мы создаем технологии, которые будут через 15 лет преобладать при добыче нефти и газа. Нефти. У вас их не украдут? А мы их открываем всем. То есть, все с открытым кодом, как принято говорить, да? Да. Абсолютно. Это вот правильно. Вот чем вы больше скрываете, тем хуже. А чем больше вы открываете, тем лучше для вас. Понимаете, мы не коммерческая компания, мы университет. Наша главная цель, я уже сказал, наша главная цель – привлечение талантов. Вот если поставить во главу угла эту цель, и это правильно, и чем больше будет приходить талантов к нам, да, тем лучше. То есть, мы открываем. Вот в этом году мы провели конференцию вторую уже, да? Вот по термо-иоар, говорим, термические методы повышения нефтеотдачи. В прошлом году президент его открывал, да? В этом году, значит, президент не смог приехать, но прислал приглашение. Приветствия прислал, да, приветствия прислал. Да, собираются все мировые зубры в этой области. Все. В этом году уже были все. То есть, вот в мире есть там 10-15 точек, где этой проблемой занимаются, где люди понимают, что через 15-20 лет 80% добываемой нефти будет вязкой. 40% будет сверхвязкой. Пара легкой нефти уходит, да. 60% нефти будет уже слишком вязкой. И нужны новые технологии. Что это за технологии? Во-первых, здесь же экологическая проблема и проблема стоимости нефти. Опять-таки, понимаете, почему нельзя повышать стоимость нефти? Или, вернее, можно, да? Это вот как бы... Ну, аккуратно. Аккуратно. Это осторожно, потому что я сейчас немножко проговорился, как любитель нефти, да? Нет. На самом деле... Почему? Нет. Знаете, когда цена на нефть высокая, что происходит? Экономить начинают. Люди начинают экономить и начинают разрабатывать возобновляемые источники энергии. Правильно? Потому что нефть умрет, она все равно умрет когда-нибудь. Не нужно будет ее как топливо. Ее роль как топливо иссякнет. Менделеева вспомнил. Это произойдет в ближайшие 50 лет, я думаю. Наверное. Я как человек, который занимается нефтью, говорю, что 50 лет для нефти жизни. Может, немножко больше. Потому что как только мы поднимаем цену на нефть, сразу начинаются эти ветряки пошли, вода, солнечная энергия, еще что-то такое. Как только цена на нефть упала, все эти концерны сдохли сразу, умерли. А если перевести на страновой пример, цена на нефть высокая, никаких реформ в Российской Федерации в области экономики во всяком случае нет, цена на нефть упала, все начали чесаться. Что-то надо сделать. Поэтому наша задача разработать экономичные, экологичные и эффективные методы добычи этой вязки нефти. Вот наши студенты, которые сейчас придут сегодня, они выйдут с уникальными компетенциями. Они смогут работать в любой стороне мира. Я надеюсь, что больше всего в России. И добывать вот эту нефть. Вот мы сегодня делаем катализаторы. Нам 4 года назад, когда мы эту идею говорили, что давайте вот нефтепереработка под землю, под землю. Ну, это фантастика какая-то, глупости. А сегодня, да, и потом говорили, будем делать катализаторы. Они говорят, вы что, это же завод. Ну, конечно, завод, это же дорого. Не дороже денег, правильно? Надо посчитать, сколько это будет стоить. Сегодня мы уже два проекта внедряем. Сейчас один от нефти, другой зарубежный нефть по катализаторам. Мы уже сделали катализаторы. Вы хотите сказать, что вы закачиваете некие катализаторы непосредственно в нефтеносную породу, что ли, в пласт? Да, конечно. И процесс первичной подготовки нефти, товарного вида, происходит там? Каталитический крекинг происходит в пласте. Чрезвычайно интересно. Ну, тогда можно поговорить об этом подробно. Слушайте, сегодня очень интересно. Причем, если, скажем, несколько лет назад об этом говорили все с ухмылкой, сегодня откройте страницы любых ведущих компаний, скажем, Татнефть, Лукойл, Риттек. Смотрите, в России пишут. Каталитическое превращение нефти в пласте. Это стало, знаете, таким выражением. Уже, можно сказать, обыденность. Обыденность, да, стала. Все уже говорят об этом как о свершившем факте. Хотя, на самом деле, такой технологии еще окончательной нет. Ну, понятно, что она вот-вот-вот она. Да, вот мы сейчас заключили проект, значит, с Татнефтью делаем, значит, такой проект, с Зарубежнефтью делаем на Кубе проект, да, с Экопетроль, с Петрощайной сейчас проект заключаем такой. А пока я хотел бы в завершение спросить вас, Даня Скалыч, Казанский федеральный университет испытывает законную гордость в связи с тем, что за последние, там, буквально, 5 или, там, где-то 6 лет количество иностранных студентов в стенах университету утроилось, даже более, чем утроилось. Если посмотреть на вот этот показатель применительно к Институту геологии и нефтегазовых технологий, к вашему институту, что можно сказать? Ну, здорово. Знаете, вот здорово. Насколько увеличилось количество студентов? У нас дальше зарубежных студентов практически не было. Мы полностью, как бы, ну, обходились вот нашими студентами. Сейчас у нас вот 20, значит, у нас 24 процента студентов иностранцы. Из них около половины из дальнего зарубежья. из более чем 20 стран. То есть, это вот Колумбия, из далека начну, да, Колумбия. То есть, это Венесуэла. Так. Из Южной Америки кто-то еще у нас есть студенты. По-моему, из Перу студенты есть, так? Там много нефти в Южной Америке. Ну, да, 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 понятно. А то арабские страны, я уж не говорю, там все, они все представлены. Вот. Китай. Ну, Казахстан это, само собой, как бы, да. Ну, я про Китай, вот почему, я почему и подумал. Китай очень много. Китай, что вы сказали, что там... Малайзия. Ну, география понятна. География такая штука. Я просто не готовился, не могу сказать. Принципиально важно отметить, что практически каждый четвертый студент в Институте геологии и нефтегазмологии, это иностранец сейчас. Это люди, которые платят приличные деньги, платят в валюте за то, чтобы их учили. И это, в общем, один из таких, наверное, да, вы не будете меня оспаривать, это один из таких очень серьезных показателей, интереса которых к вашему институту испытывают и качество подготовки специалистов. И совсем уже на сегодняшний день последний вопрос. Опять же, проекция в целом на Федеральный университет и на Институт геологии и нефтегазовых технологий. Существует зеркальная лаборатория, достаточно много, да, в стенах КФУ, по разным дисциплинам, по разным направлениям исследований. Работают привлеченные специалисты, публикуются совместные какие-то работы в топовых там журналах, не знаю, второй квартель, там третий тоже, может побольше. Если опять же говорить вот о вашем институте, насколько общая университетская тенденция, насколько институт соответствует общей университетской тенденции, а может быть даже и опережает ее. Вы упомянули техасский университет. Есть еще, можете назвать пример вот такого, как принято говорить официальным языком, плодотворного взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными научно-исследовательскими институтами и вузами? У нас огромное количество, ну как огромное количество, у нас около 60 работают сотрудников, ну на разной уровне доли ставки из других университетов. Я могу назвать очень много ученых из Соединенных Штатов, европейских ученых. Вот сейчас из Китая несколько ребят приехало. По количеству публикаций институт, конечно, не на последнем месте. Я вот только, знаете, один факт приведу, такой маленький, его не афишируют очень сильно. Вот в этом году недавно был такой рейтинг, первый российский рейтинг университетов. Вы знаете, да, вот он скоро будет объявлен, там, все это объявлено будет, да? Национальный, да? Национальный рейтинг, да. Так вот по этому рейтингу, по предварительным данным, мы занимаем после МГУ второе место в России по наукам о земле. Спасибо вам, Данис Карлович, огромное за детальный, за интересованный рассказ. А я еще раз подчеркну, я надеюсь, ни у кого не осталось сомнений, что мой собеседник сегодня человек крайне увлеченный своей работой, своим делом. И дай бог, чтобы хотя бы половина из нас была так увлечена. Мне остается только напомнить, что это программа «Акцент». Я ее ведущий Юрий Алаев. Обеседовали мы сегодня с проректором КФУ по научной деятельности, директором Института геологии нефтегазовых технологий, Данисом Калычем Нургалим, за что ему еще раз большое спасибо. И я надеюсь, что мы все-таки вернемся еще к этой очень интересной тематике и запишем еще одну программу. А пока спасибо вам за внимание и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова